Сегодня у нас очень жирный выпуск, смотрите до конца. И 300 тысяч в месяц заработали. И 300 тысяч в месяц. Он не готов был рискнуть месяц со мной. Здесь были голые стены, не было освещения и не было пола. Где первые деньги взяли? Покрашены были для одного крупного гостиничного комплекса. А налоги ты платишь? Прямо сейчас разыграем обещанные ранее призы от героини нашего первого выпуска Ланы и от фитоняшки Ани. А через Инстаграм много заказов было? Год, три. Опять говорит мы. Ты правда один работаешь? Я был реально готов все здесь закрыть, все распродать. Сколько стоит человек сейчас? Разыграем скидку. Если завтра вот так придет человек после нашего выпуска, скажет, я хочу устраиваться самозанятым, возьмешь? В планах создать, так скажем, коллаборацию самозанятых. Ох, занеслась у меня судьба судьбинушка. Нас, друзья. Всем привет. Влог самозанятый. И сегодня у нас очень жирный выпуск. Смотрите до конца. Ох, жирный потому, что сегодня герой нашего влога утверждает о том, что в самые хорошие месяцы зарабатывают до 300 тысяч рублей. Мне верится в это с трудом, честно пока скажу. Пойдем разберемся, сколько он на самом деле зарабатывает, сколько у него людей в штате, платит ли он налоги. А самое главное, герой сегодняшней нашей программы Ильнур. Он занимается реставрацией мебели и кухонных фасадов. Насколько сложный бизнес, узнаем сегодня. Влог самозанятый. Поехали. А спускаемся, как в казематы. Ох. Мои любимые ебеня. Это нам не туда, да? Нам сюда. Ой, Нур, привет. Здрасте. Так, давай сначала. Ты все сам накрасил? Да. Один? Собственно, нарушено. Один работает? И 300 тысяч в месяц зарабатывает? 300 тысяч в месяц. Правда? Правда. Это каждый месяц или в какие-то жирные? Нет, это жирные. В каком месяце последний раз был? По-моему, в июне. А сейчас в этом сколько заработал? В августе где-то в районе 100. В сентябрь? Это выручка? Да. А чистый из них доход твой какой? Чистый где-то в районе 70. С чего решил начать? Как вообще появилась эта история? За обедом. Сидели с коллегой по работе, обедали и думали, как мы можем получить дополнительный доход к своей заработной плате. А сколько тогда зарабатывал? Оклад у меня был 32 тысяч в месяц. Сидим в столовой в офисе, обедаем и думаем, где еще подзаработать и как. И пришли к тому, что мы неплохо красим и, в принципе, можем на этом заработать. А кем раньше работал? Менеджер-технолог по деревообработке. То есть ты красками заведовал? Да, я реализовывал лакокрасочные материалы для мебельных производств, для столярных производств. Вот, обучал маляров, начальников производства. Уже, получается, какая-то база была все-таки, да, уже с кем работать? По следующую неделю составили примерный план затрат, что нам нужно приобрести. Сколько написали? Как ни страну, 350. А уложились во сколько? Где-то в районе 200 с копейками. 200 с копейками. А, даже меньше было? Да. Вот, помещение это уже было на примете. Надо было только встретиться с арендодателем, договориться по цене. И, в принципе, в течение трех дней мы сюда въехали. Здесь были голые стены, не было освещения и не было пола. Сколько потратили, чтобы более-менее в нормальный вид привезти? 10 тысяч на стены примерно, по свету тоже где-то 10 тысяч. И пол, тоже где-то в районе 5 тысяч. Ну, короче, в районе тридцатки уложили. Да. А что купили из оборудования? Из оборудования пришлось покупать практически все, потому что ничего не было. Купили компрессор новый. Это вот он? Да. Давай покажем, вот такая большая штука, чтобы вы понимали. Вот это стоит сколько? Сейчас он стоит 83. Мы его брали за 69. Купили компрессор нужен, еще что нужно? Вытяжка промышленная. Это вот эта с решеточкой, да? Нет, это за компрессором, вот прямоугольная коробка стоит железо. А, все, вижу. Это вытяжка плюс монтаж. Подальше, в темноте ее не видно. А сколько стоит? Вытяжку мы брали бы ушную через завиту за 10. Новая она стоит 150. 150 и 10. И монтаж воздуховода. Чтобы не так сильно краской пахло, да? Это чтобы вывести на улицу. Окей. Это все оборудование, которое было нужно на учебнике? Нет, еще краскопульты, два фрезерных станка, пылесос, две шлифмашинки, гвоздевой пистолет. И все, ну, средства защиты. Ну, такой джентльменский набор. Где первые деньги взяли? Кредит. В банк взяли? Да, обычный продовольственный кредит. Уже отдали? Отдали через полтора года, после того, как открылись. Полтора года в кредите, а как жили это время? Ну, брали заказы и практически все заработанные деньги на заказах уходили на погашение кредита. Потому что цель изначально была закрыть кредит, чтобы быстрее выйти в плюс. А первый заказ помнишь? Да, помню. Мы как раз думали об открытии цеха, и ребята подошли. У них причем была своя малярка, но они не могли красить глянцевые изделия. И спросили, кому можно дать заказ. Мы тут же... Вы сказали нам? Да, мы сказали, ребята, мы вас ждали, давайте мы его заберем и бегом сюда. Причем днем мы работали на основной своей работе до полшестого вечера. К шести часам приезжали сюда и до четырех утра здесь работали над выполнением заказа, чтобы сдать его в срок. Но вообще, когда стартанули, первый год, полтора, по заказам как? Нормально было? Или тяжеловато? Да не было в принципе ни легко и ни тяжело, потому что не очень заморачивались. Потому что было ощущение того, что у тебя есть основная работа, стабильный заработок, а здесь больше как хобби. И уже потом, когда мы пришли к пониманию того, что нужно либо работать по найму, либо развивать бизнес, тогда уже начали думать. Это что за вся палитра? Это решетки вентиляции. Покрашены были для одного крупного гостиничного комплекса, так скажем. В Казани? Да. Как вот получать такие эксклюзивные жирные заказы? В чем фишка твоя? Чем отличаешься? Почему они не никому для Дети Пети ушли, а к тебе? Заявка не одобрена. Вам отказано. К сожалению, в заявке отказано. Извините, но нет. Вам отклонено. К сожалению, все банки отказали. Одобрено. В смысле одобрено? А как же плохая кредитная история? Вам одобрили, можете забирать свой автомобиль. Оформим за 30 минут всего по 2 документа. Оформи автокредит с низкой процентной ставкой. Подаем заявки 15 банков-партнеров. Спасибо большое. Дорогая, одобрена. Смотрим дальше. Ну, во-первых, таких ребят, как я, в этом сегменте много. Просто я один являюсь самозанятым на сегодняшний день. И я берусь даже за минимальный объем. То есть мне можно привести 2 фасада, и я эти 2 фасада сделаю. Самозанятым я являюсь с ноября 2019 года. Ну, у тебя все в телефоне. Мобильная бухгалтерия у тебя в телефоне. Приложение «Мой налог», через которое ты выбиваешь чеки, у тебя в телефоне. Тебе не нужен кассовый аппарат. Ты чеки отправляешь в электронном виде. Акты, закрывающие все документы, акты выполненных работ, ты тоже формируешь у себя в телефоне и отправляешь это все в электронный виде. Единственный момент, тебе нужно потом просто приехать к заказчику и это все дело подписать. Оригинал. Прямо сейчас разыграем обещанные ранее призы от героини нашего первого выпуска Ланы и от фитоняшки Ани. Так, ну вот наш влог. Загружаем. Разыграем сразу 3 обещанных ключницы. Ну что, пожелаем удачи. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1 и winners go. Булат Нурулин, мои поздравления. Дневник Путника и Эльдар Абдулин. Ребята, поздравляем вас. Свяжитесь со мной в директ. Расскажу, как забрать свои презенты. Поздравляю с победой. Ну а мы идем дальше. Разыграть презенты от фитоняшки Ани. Также загружаем трех победителей и в ожидании. 3, 2, 1. Так. Нияз Миниханов получает гранолу. Рави Олли получает участие в марафоне. И Алексей Егоров индивидуальную консультацию от Ани. Ребят, поздравляю. Свяжитесь со мной в директ. Тоже расскажу, как забрать свои гранолы и индивидуальные консультации у нутрицеголога. А налоги ты платишь? Налоги плачу. 25-го часа каждого месяца через приложение мой налог списывается с карты. У тебя что с Инстаграм есть? Инстаграм есть. К сожалению, месяца 4-5 я не занимался его продвижением. А через Инстаграм много заказов было? Ну, за год-3. Рабочая схема. Рабочая. По скриптам пора завести сыномщика. Но я считаю, это именно те, которые пришли, спросили и приобрели. Вот их было трое. Запросов потому, что приходит много. Но почему-то все начинают тебя сравнивать с Леруа Мерленом, с Мегастроем, где можно те же самые фасады, допустим, заказать там, ну, не в два, но хотя бы там на 20% дешевле. А вот вообще сколько стоит снять помещение? Про деньги и все. У нас здесь 130 квадратных метров. Сам цех 110. Плюс у меня есть бытовка, где я переодеваюсь и кушаю. Она как бы в общем пользовании. И половина тамбура тоже общего пользования. Он идет в мою аренду. Сколько отдаешь в месяц? 16 тысяч плюс свет. Ну, то есть в районе около 20 выходит. Нет, у меня здесь все 380, поэтому по свету где-то от 900 до 1500 рублей в месяц. Самое большее 2200 я платил за свет. Но это мы прям весь месяц на износ здесь работаем. Мы не только изготовлением фасадов занимаемся, а еще оказываем услуги по покраске. Вот это спасает. Потому что в принципе я покрасить могу все, начиная от алюминия, пластика, кончая стеклом. Опять говорит мы. Ты правда один работаешь? Я один работаю. Это у меня как слово паразит, от которого я не могу последние полтора месяца избавиться. потому что когда-то у нас здесь было двое на начальном этапе, сейчас я один. Мне жена, кстати, тоже постоянно говорит, почему мы, почему вы? Ты же один работаешь, я говорю, один. А почему мы? Я говорю, ну не знаю. Ну, мы радостные, что у нас бизнес получается. Да. А что со вторым стало? Куда партнер делся? Второй решил остаться в найме. А, то есть он для себя решение принял? Да. В найме за стабильность? За стабильность. Он не готов был рискнуть месяц со мной. А у тебя остался один и поперло. Да? Как ни странно. Причем после увольнения два месяца сидел без заказов. Я был реально готов все здесь закрыть, все распродать и найти себе работу на имя. Жена сказала, нет, в семье достаточно того, что я на дядю работаю. У тебя все получится, нужно просто постараться. У тебя прям семейная поддержка такая была. Что нужно делать первые два месяца, когда вообще нет заказов? Не знаю, долбить в инстаграм, обзванивать клиентов по старой базе? Ну, точно не сидеть и не думать о своем бытие. Да, лучше обзванивать своих старых заказчиков. Возможно, в них что-то есть. Возможно, есть что-то на просчетах. То, что они думают. Вот, и закидывать удочки. Инстаграма развития тоже хорошо. Можно привлечь, допустим, за это время трафик найти. Зайти там какую-нибудь тысячу рублей у себя в заднем кармане. Устроить розыгрыш просто, чтобы увеличить трафик себе на страничку. Я первый из производителей, кто сделал комплект фасадов с антибактериальной добавкой. То есть? На который умирают 99% бактерий. И корона тоже. Да. Намыл их с Эйфгардом и отправил. Вот так, друзья. Корона не страшна? Да. С мебелью от Ильнура. Вот тот самый стол, который застрял у меня здесь. Как застрял? Ну, мой напарник. Заказчик отказался. Ну, как отказался? Он просто пропал. Ты здесь именно что сделал? Столешницу. Здесь изготовлена столешница из массива дуба. Дуба покрыта морилкой и три слой, да, три слой здесь лака. Вот. И полностью перекрашена станина. Ну, цена только дальше? 25 он на продаже стоит. А у тебя затраты фактически? Затраты в районе 18 был. Как выставляешь цену вот за реставрацию? Там же больше ручного труда именно то, что ты… Там уже индивидуально рассчитывается, исходя из объема работы. Ну, типа, сколько часов затратил? Человек и часы? Человек и часы в первую очередь. Сколько стоит человек час? У меня в районе четырех с половиной. Тысяч за час? Да. Это если при реставрации? Да. Конкретно этот фасад итальянский. Правда, Италия? Да, это Италия. Он у меня пришел для тестового выкраса. То есть я должен его покрыть, обработать, покрыть и посмотреть, как он себя ведет в дальнейшем в эксплуатации. Беру 3 500. Себестоимость. Зарплатная часть получается 600 рублей за квадратный метр. Как высчитывалось? Сколько должен получать? Ну, высчитывалось просто, так как я общался с ребятами, у которых есть мебельное производство. Общался с малярами. То есть путем манипуляции кнопкой на телефоне совершился звонок маляру. Одному, второму, третьему узнал их зарплатные части. Переложил это на бумажку, добавил сюда арендную плату, затраты на электроэнергию, амортизацию оборудования. Разделил это на количество квадратных метров в день и получилась цена. Причем она оказалась где-то процентов на 5 дешевле среднерыночной. А кухню с нуля сможешь делать? Если от близких придет, то, конечно, возьмешь близким не откажешь. Но, опять же, это будет делегирование всех работ кому-то. Кстати, про близких. У нас теперь после этого выпуска влога близких будет вся Казань. Пишите нам, сколько стоила ваша кухня в комментариях. Обязательно все почитаем. Ну и что-нибудь разыграем сегодня, да? Разыграем. Скидку. Сколько? 15%. Давай 20. Давай 20. 20% для... На замену кухонных фасадов. 300 тысяч, говоришь, получаешь, да? А на чем ездишь? Hyundai Solaris и Lada Largus. Ну, Largus, наверное, больше для рабочих дел, да? Чтобы перевести что-то. Ну, что-то не Mercedes, не BMW. Ну, немножко другие цели сейчас в перспективе стоят. А какие планы? На первом. В планах увеличения производственных площадей, потому что вот этого уже мало. 130 мало, сколько нужно? 450. Из дохода часть оставляешь, откладываешь. А сколько зарплат себе поставил? Я откладываю 10%, во-первых, с любого заработка. 10% это неприкосновенный фонд на черный день, так скажем. Плюс у меня есть зарплатный фонд. Себе, самому любимому. Конкретно мне, да. Сколько платишь? Я плачу 600 рублей с квадратным метром себе. Не, ну в месяц-то сколько выходит в сумму? 600 квадратного понятно. В месяц всегда по-разному, но не меньше 30 тысяч. То есть 30 себе забираешь? Это, ну, по-любому я их забираю. 30. Это не очень жирно. Я так думаю, что... Ну, это не очень жирно. Это, я говорю, самый минимум. То есть в самый плохой месяц у меня 30 тысяч зарплат. В любом случае. Досмотрели до конца. Вот так вот 300 превращается в 30. Да. Потом есть часть, которая непосредственно, это прибыль. Она у меня откладывается на развитие. То есть на обслуживание инструмента, на обслуживание помещения, на дальнейшее развитие. Примерно в районе 30%. То есть еще в 10, еще 30. То есть 40% у тебя каждый месяц стабильно откладывается на... И сколько уже накопил? Я не считаю. Ну, как не считаешь? Куда складываешься? Вот их не считаю. Ну, как не считаешь? Ну, где-то в районе полмиллиона. Через год уже расширится и создать кооперацию самозанятых. Ну, как вариант. Почему нет? Ты же найдешь, получается, или наймешь? Самозанятым же нельзя нанимать? В целях, вообще в планах создать, так скажем, коллаборацию самозанятых, где каждый занимается определенной своей задачей, но на одной большой площади. Кто нужен по профессии, будет в будущем? Давай сразу скажем. А подписчики, кстати, если вы из того, кого сказали, пишите в комментариях, уже вас трудостроят. Шлифовщик-подготовщик, маляр и, получается, технолог мебельный, кто будет проект создавать, ну, проектировать. Самоучик брать будешь? Почему нет? Конечно. Я же сам самоучка. В планах, в разработке именно открытия, запуск учебных программ для маляров. Штамповать еще эту историю, да? Да, будем очень большая востребованность именно в нормальных толковых малярах на рынке. Почему бы не открыть комбейер? Я уверен, ты уже дома дома тоже это все уже просчитал. Ну, частично. Правильно. Если завтра вот так придет человек после нашего выпуска, скажет, я хочу устраиваться с самозанятым, возьмешь? Возьму. Сколько зарплат предлагаешь? Индивидуально обсуждаем. Ну ты давай сейчас не зачется, сколько будет? Нам же нужно смотивировать. Ну, у нас зарплата издельная, то есть, так же, как и у меня. То есть, 600 рублей в час? Ну, сколько сделал, столько получил. 150 рублей квадратный метр у меня будет шлифовщик, в любом случае. Все, что сверху, потому что на этих деньгах далеко не уедешь, каждый хочет кушать. То, что сверху, это будет обсуждаться индивидуально после определенного срока, когда будет видно, сколько человек это. То есть, полторы в день будет получать? Да, в среднем. В среднем, да, 1500. 7500 в неделю, 30 месяц. То есть, твои же 30, возьмешь напарника. Что должен уметь? Что должен хотеть? Человек должен хотеть работать, работать руками. То есть, вообще без навыков может быть? Могу взять без навыков. И обучу? Обучу. Друзья, кто хочет, пишите уже сразу комменты. Мы всю эту базу передадим Эльнуру. Самая главная фишка моя, это не заморачиваться на неудачах. Не фокусировать свое внимание на них. Случилось, приняли как опыт, вынесли урок, двигаемся дальше. И идем дальше. Идем дальше. Вот с таким позитивом прощаемся с вами. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это были Самозанятые. На связи.